Хорошо, значит, кто готов отвечать, выходи вперед, к доске, бери микрофончик. Ну, со своей записью, что где-то записывал, выходи. Многие отдыхают. Не успел, вызвели к доске. Микрофон, Саша. Хорошо, что мы не видим, не отвечаем. К доске, к доске. К доске? Да, и выписываем места из писания, чтобы они были видны на доске. Ну, давай сделаем так. Ты будешь выписывать, ты будешь выписывать, а кто-то будет читать. Хорошо? Микрофон отдайте. Первая и вторая главы. Там первые и вторые стихи. Там написано, чьи им сын, и где он говорит свое слово. Написано. Хорошо, значит, первая глава. Только первый стих. Я вижу. Во втором стихе кто-то видит что-то БСАИ? Значит, удали, пожалуйста, надпись свою. Нет, нет, вот есть здесь, вытиралка. Губка сверху. Возьми губку, вот, сверху. Удали всю надпись свою. Всю надпись. Теперь пиши первая глава. Иса и я. Ну, сокращенно ИС. Первая глава, первый стих. Кто-нибудь зачитать, у кого микрофон? Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел об Иудее, Иерусалиме, во дни Озии, Иофама, Ахаза, Иезекии, царей иудейских. Отлично. Давайте сделаем определенный вывод. Что из этого стиха мы узнаем об Исаии? Мы видим, что он сын Амоса. Во-первых, мы узнаем из этого стиха, что Исаия сын Амосова, да? Что еще? Во-вторых, здесь говорится о том, что… Такие дни он жил. Мы видим, что здесь говорится о его служении. Видите, да? Не просто, что он жил, а делайте заключение правильное. Здесь не сказано, что он жил в этот промежуток времени, да? А что? Что он видел. Это говорит, что это промежуток его служения, то есть, что он служил в это время. Вы понимаете разницу, да? То есть, жить он мог раньше начинать, допустим, мы не знаем точно, когда он там родился. Мы не знаем точно, когда он умер. Но в данном случае мы можем понять, что… То есть, Исаия говорит здесь, что он жил в промежутке царей таких. Озии, Иофама, Ахаза, Езекии. И это все цари какие? Иудейские. Стоп. Во-первых, я не сказал о том, что мы с этого стиха… Мы делаем заключение, что он, допустим, там жил в Иерусалиме или в Иудее. Хорошо? Мы из этого стиха сделали несколько выводов. Во-первых, это то, что Исаия сына Моссова… И то, что его служение, то есть, вот эти видения, которые он видел об Иерусалиме и об Иудее, они были в одни царей иудейских, Озии, Иофама, Ахаза и Езекии. На этом все согласны? Да. То есть, то, что мы можем сделать заключение. Значит, теперь следующее. Вторая глава, первый стих. Читать? Читайте. Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, об Иудее и Иерусалиме. Значит, из этого стиха мы можем только подчеркнуть еще раз то, что было сказано в первой главе, в первом стихе. Что он является сыном Амосова, да? И что он видел в видении об Иудее и Иерусалиме. Больше нового мы здесь ничего не узнаем. Итак, следующее. Шестая глава, 5, 13. Еще раз. Шестая глава, 5, 13. Шестая глава, 5, 13. Давайте прочитаем этот отрывок. Читать. Читать. Говорится ли там что-то об Исаии. И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него был горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего ко мне, послать, и кто пойдет для нас. И я сказал, я пошля. И сказал он, иди и скажи ему народу, слухом услышите и не разумеете, очами их смотреть будете и не увидите. Ибо огрубило сердце народа сего, и ушами с трудом услышат. И очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И сказал я, надолго ли, Господи, он сказал, доколе не опустеют города и останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля это совсем не опустеет. Не удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И если еще останется десятая часть на ней, и возвратится, и она опять будет разорена, но так от теревинфа, и как от дуба, когда они срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее. Вопрос. Здесь вообще в этом отрывке что-нибудь говорится об Исаии. То есть мы узнаем какую-то историческую справку о нем. Это видение, которое видел Исаия. То есть на самом деле в этом отрывке мы ничего не узнаем о самом Исаии. Правильно? А в шестой главе все-таки какой стих говорит об Исаии? Я не могу понять, вы вообще занимались делом или нет? В шестой главе говорит только первый стих об Исаии. Записывайте. Шестая глава, первый стих. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. То есть здесь говорится о времени, в котором он нес служение. Видите, да? В год смерти царя Озии. И дальше в этом видении мы видим, что это было что? Это был призыв Бога к служению Исаии. То есть Исаия был призван. Когда он был призван? В год смерти царя Озии. Видите, то есть отсюда мы можем сделать заключение. Поэтому вот шестая глава, первый стих является для нас важным стихом для того, чтобы узнать немножко больше об Исаии. Мы можем сделать заключение на основании этого, что Исаия был призван к служению пророка в год смерти царя Озии. Видите, да? Поэтому делайте себе отметку. Шестая глава, первый стих. И знаете, как происходит обычно? Ну, может, это отступление немножко. Ну вот когда умирает правитель, да? Особенно если это был какой-нибудь такой влиятельный правитель, или долгое время он правил страной, то настроение у людей какое? Что теперь будет? А вот переживания и так далее, да? Ну, не знаю, может кто-то из вас помнит, допустим, там, смерть Брежнева. Ну, я тогда в школе учился, да? И я помню, что это было таким для всех людей, да? Это было каким-то таким событием. То есть люди не могли даже как-то вот высказаться до конца. Такое растерянное состояние у людей. У людей были мысли, а что же теперь будет-то? Потому что столько лет этот человек сидел на престоле. Вдруг он умер. И у людей растерянность, что будет завтра. Ну, не трогай эту палочку. А, я думал, что он сейчас на ней... Да. И здесь мы видим, что Исаио Бог призывает в это время, да? И в результате чего написано, что в год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком, превознесенном, и креорист наполняли весь храм. Смысл, как бы, в определенном звучит таким образом, что царь умер, да? Но кто есть на самом деле настоящий царь? Бог, который продолжает сидеть на своем престоле. Видите, да? Здесь же изменяется, что-то происходит. Но Бог не изменен. И Он является настоящим царем для Израиля, для Исаи, для всех евреев и для всех других людей. Понимаете, да? Поэтому именно в это время Исаия призывается к своему служению. И это очень важный такой момент, на который мы должны обратить внимание. Что это определенный, как бы, такой переломный момент в жизни страны, когда умирает правитель. Но Бог снова показывает, что это умер только человек. Но настоящий Бог, Он продолжает жить. Настоящий царь, Он продолжает жить. Поэтому поклоняться нужно и служить, это единому царю и вседержителю, Богу всемогущему. И сказал Господь Исаии, «Выйди ты, и сын твой, Шеар, Ясуф, навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю Белильничьему». Значит, из этого стиха мы что узнаем? Что у него есть сын. Раз есть сын, значит, и живет. Мы узнаем о том, что у Исаии есть сын, да? Которого зовут как? Шеар Ясуф. Шеар Ясуф. Вот это вот сделайте себе обязательно отметку, чтобы вы знали, что у Исаии был сын. Шеар Ясуф. В переводе это имя что обозначало? Остаток возвратится. Остаток возвратится, да? Хорошо. Отметьте себе. Просто вот мы увидим, да, что сейчас мы увидим еще, что у Исаии был сын, да? И каждое имя сына, оно имело определенный даже пророческий смысл. Хочу добавить, что кроме 7.3 нам нужно еще отметить стих 7.1. То есть здесь 7.1 и 3. Поэтому добавьте, пожалуйста. 7.1 и 3. Читайте 7.1. И было во дни Ахаза сына Иофамова, сына Озии, царя Иудейского, и сын царь Сирийский, Факей, сын Рималиин, царь Израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. Значит, здесь мы видим снова, что это период служения Исаии. Поэтому для нас это также является важным. Что это было во дни Ахаза сына Иофамова, сына Озии, царя Иудейского. Что он в этот промежуток времени несет служение. И 7.3 здесь говорится о том, что у него есть сын, да? Которого зовут Шиар Ясу. Следующее. 20-я глава. То есть больше у вас предложений нет, да? Ну, еще там 37-я. Хорошо. Присаживайтесь. У кого есть предложения? Выходи. До 20-й главы. До 20-й главы. А, до 20-й главы. Зах, еще 8-й главы. Вспоминаю, что правило, что правило, что... А вот на счет 8-й главы. 8-я глава, правильно. Третья. Выходите, записывайте. Микрофон передайте кому-то. Восьмая глава с какого стиха? Нет, со 2-го. До какого? Со 2-го по 4-й стих. И я взял себе верных свидетелей, урию священника и Захарию, сына Варахейна, и приступил я к пророчице. И она зачала и родила сына. И сказал мне Господь, нареки ему имя Магер-Шелал-Хашбас. Это переводится, спешит грабеж, ускоряет добычу. Продолжайте. Ибо прежде, нежели дитя будет уметь выговорить отец мой, мать моя, богатство дамаска и добычи самарийские понесут перед царем сирийским. Итак, Исайя 8, 2-4. Здесь мы узнаем интересные факты из жизни Исайя. Какие? Ну, сын родился, да. Но в результате чего родился сын? Не понял. Так, а ну, пожалуйста, читайте еще раз. Исайя 8, 2. И я взял себе верных свидетелей. Урию священника и Захарию, сына Варахейна. И дальше? И приступил я к пророчице. И она зачала и родила сына. И сказал мне Господь... Из этого стиха что мы понимаем? Что это была свадьба, да. Для чего нужны были свидетели? Это означает, что он пошел и по повелению Божию в результате мы понимаем это, да. Пошел и взял себе в жены женщину, которая была пророчицей. Здесь нет ее имени, да. Мы не видим ее имени. Но в результате, то есть этой свадьбы, да, родился сын, которому имя Магер-Шелаш-Хашбаз, да. Что еще интересного из этого мы можем узнать? Кого он взял во свидетеля? Урию священника и Захарию. Сына Варахейна, да. Это были люди какие? Вот, хорошая заметка, да. Это люди, которые были у власти. Известными были. Во-первых, мы можем узнать период его служения, раз. Во-вторых, что еще можем интересного узнать? Если он, этот человек, да, мог пригласить во свидетели таких людей. Ну, скажем, это люди были какие? Знатные, да. Можно так сказать? То есть они были священники, да. Значит, это означает что? То есть это означает, что минимум он где-то был в этих кругах, да. Понимаете, да? То есть мы немножко больше уже узнаем о самом Исаии из этого. И в результате рождения сына и дарованного ему имени, которое дал Бог ему, да. Смотрите, Бог ему сказал, нареки его. Магер, Шелаш, Хашбас, да. Вот. И это имя переводится еще раз, скажите, как там грабеж подпишет. Спешит грабеж, ускоряет добыча. Спешит грабеж, ускоряет добыча. Это было пророчество, предсказание того, что скоро, да, вот оно, приходит это время, когда будет захват, когда будут грабить и так далее. Какой еще стих? В этом году. Восемнадцатый стих в этом счете. Восемь восемнадцать. Записывайте. Восемнадцатый стих здесь же. Просто запятую, да, и восемнадцать. Дайте, пожалуйста, вас стих. Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе. То есть отсюда мы узнаем немного, но узнаем, что в Израиле были дети, да, еще раз как бы подтверждение того. Итак, следующее. Значит, двадцатая глава, а то стихи. Восемнадцатый стихи. Что узнаем мы из этих стихов об Исаии? Значит, ну, во-первых, мы узнаем период, да, когда это происходило. Это раз. И второе, мы узнаем очень интересный факт, да, что пророк Исаия, знатный человек, ну, мы предполагаем, да, пока сейчас, что это знатный человек, три года в Израиле ходил какой? Ногой и босой. Да, еще мы узнаем, что он всецело был действительно послушен Богу. Как вам вообще впечатление о происходящем? Кто еще хочет быть пророком? Хорошо. Отсюда мы узнаем, да, что Исаия был послушен Богу и три года ходил ногой и босой по Израилю. Таким образом, показывая всему Израилю, что так, иудея, вернее, иудеи, извините, да, это я неправильно говорю, так, по привычке Израилю, речь идет об иудеи. На тот момент, я, может, не сказал об этом, на тот момент, это было две, уже два государства, иудея и Израиль. И Исаия жил в иудее. Поэтому, когда Исаия ходит здесь ногой и босой, да, то это говорится именно как пророчество для иудеев. Дальше. Больше нету? Присаживайтесь. Давай. Какая? 37-я глава. У кого-то еще есть 37-я? Ну, выходи, выходи, Андрей. Да, выходи, записи. Ну, хорошо, записи 37-я, 1-2. 37-1-2, читайте. Когда услышал этот царь Иезекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем, и пошел в дом Господень, и послал Илья Кима, начальника Творца, и Севну Песца, и старших священников, покрытых вретищем, и пророку Исаии, сыну Амосову. Значит, снова мы узнаем о периоде его служения, да? Это уже происходит когда? При Иезекии, да, совершенно верно. Что я хотел бы, на что мы еще здесь внимание обратили, это то, что... Кого Иезекия посылает Кесаи? Илья Кима, начальника Творца. Илья Кима, начальника Творца. Творца и Севну Песца. И старших священников. Слышите, да? И следующее, это 38. Начальник 1 стих. Читать? 38-1, да. В те дни Иезекия заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исаия, сына Амосов, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь. Да. Ну и снова мы здесь подчеркиваем и видим то, что здесь говорится о периоде служения Исаии, да? Ну да. И еще очень важный такой момент. Скажите, любой ли человек мог так свободно войти в покои к царю? Нет. А? Только кому доверяли. Реально, то есть, даже очень близкие не все могли просто свободно так войти в покои к царю, да? Это означает, что в действительности Исаия занимает знатное положение. Понимаете, да? И мы видим, что настолько как бы он занимает высокое положение в государстве, да, что он может свободно войти в покои к царю. И говорить с царем. Видите, да? Какой стих? Ну да, ну как бы здесь понятно, здесь первая стиха, как бы о том, что это идет речь об Иезекии. Все правильно, да, вы правы, совершенно верно. И следующее, это 39 глава. 39 глава, это у нас, да, третий стих. Третий? Третий стих, да. Читайте. И пришел пророк Исаия к царю Иезекии и сказал ему, что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе? Иезекия сказал, из далекой мли приходили они ко мне, из Вавилона. И восьмой стих. И сказал Иезекия Исаия, благослово Господне, которое ты изрек, потому что присовокупил он мир и благосостояние пребудут во дни мои. Хорошо, теперь скажите, еще вы нашли что-нибудь? Да. Здесь говорится о Боге. Не обращайте внимания, здесь, ну, могут сейчас так, это вот. Здесь Иезекия, да, садись. Здесь Иезекия говорит Исаия о том, что благослово Господне, которое ты изрек, потому что совокупил он мир. Это о Боге говорится. У всех написано с маленькой буквы. В русском переводе. Ну, а в еврите вообще написано все сплошным одинаковым текстом. Даже непонятно, какие слова откуда, если не знаете. Итак, что из этого мы можем, какой мы можем сделать вывод, что касается вообще сведений о жизни Исаии. Ну, в данном случае я не об этом спрашиваю. В данном случае я спрашиваю в действительности вот основные сведения о жизни Исаии. Какие мы могли бы сделать заключения? Много ли мы можем узнать о его жизни? И, честно говоря, очень мало вообще. Понимаете, да? Честно говоря, мы знаем вообще очень мало, когда он родился, в какой семье на самом деле он. То есть мы предполагаем, исходя из каких-то моментов, да? То есть мы не знаем имя его жены, второй жен, сколько у него было этих жен, допустим. Мы знаем реально, что вот была одна жена-пророчица, от которой родился сын. До этого был сын, от какой жены он был рожден, тоже не знаем. То есть на самом деле информации о самом Исаии очень мало. Мы не знаем, когда он родился, мы не знаем, когда он умер. Все, что мы знаем, мы знаем, предположительно, период его служения. Это точно, да? При каких царях он служил. И некоторые фрагменты, которые связаны с его жизнью. И знаете, интересно, что... Что, что? Яркие фрагменты, да. Интересно, что на самом деле Исаия написал довольно такой, знаете, серьезный и внушительный труд. Ну, недаром он назван большим пророком, да? И это серьезный труд. Но при этом о самом Исаии мы знаем очень мало или совсем ничего, можно сказать, по большому счету. То есть информация, которая содержится в книге Исаия, она очень скудная. Можно даже предположить, что автор, он как бы, знаете, специально уходит о информации о себе. То есть он себе практически вообще не уделяет никакого внимания. Только, может, какие-то основные моменты, которые были связаны, заметьте, либо с призывом на служение, либо с каким-то пророчеством, да, и мы узнаем какие-то фрагменты из его жизни. Только из-за того, что это было связано с его служением. Но если бы не связь с его служением, то мы бы вообще не могли бы знать даже, ну, большего. То есть мы не знаем, когда родился Исаия, да, я сказал. Предположительно, можно сделать вывод, что начало служения Исаия – это год царя смерти. Озий, как мы зачитали это в 6 главе, да, в 1 стихе. И это 740 год до Рождества Христова. Начало служения, да, или призыв к служению, да, начало служения Исаии – это год смерти царя Озии, 740 год. 6.1. 740 год до Рождества Христова. Значит, что еще мы можем подчеркнуть? Что Исаия жил, да, и служил во время царей Озии и Афама, Ахаза и Зекии. Дата предполагаемого окончания его служения – это 716 год. Или это смерть царя Ахаза, Исаия, 14 глава, 28 стих. Или более как бы точно утверждают, что все-таки, наверное, это 681 год до Рождества Христова. Это Исаия, 37 глава, 36, 38 стих, Исаия, 37, 36, 38, где говорится о смерти Синахерима. Это окончание его служения, да. Исчисление до Рождества Христова, я вначале объяснил, идет в обратном направлении. Значит, это даты, я объяснял, да, что они колеблются в результате того, что нету точной даты, ну, как бы невозможно точно установить даты. Это предположительные даты, да. Поэтому более точно считаю, это примерно где-то 681 год. Смерть Ахаза, Исаия, 14 глава, 28 стих, это 716 год до Рождества Христова. Вы можете их считать, как бы. Даты, смотрите, скажем так, 740 и 681 год. Это примерные даты. Это не рождение и смерть. Это период служения. Это только период служения. То есть, что вы можете для себя точно отметить, что либо та дата, либо другая дата, да, но она подходит к тому, что в итоге все равно примерный период служения Исаия – это 60 лет. 60 лет, да. Не жизни, служения. Значит, призыв к служению, да, я сказал, 740 год – это год смерти царя Озии. Какую я первую дату дал? Ну, какой? 745. 740 год. Дата более, которая, ну… Есть колебания, да, но вы должны понимать, что некоторые, как бы, даты точно утвердить не могут. Поэтому одни источники говорят так, другие источники говорят по-другому. Но примерно вы видите, да, что это примерно похоже. Значит, смерть царя Озии подразумевается, что это произошло где-то в 740 год, до Рождества Христова. И из Исаии 6.1 мы видим, что это было на число Жаней Исаии, да, что его Бог призвал в это время. И смерть Синихерима – это Исаия 37, 36, 38, примерно 601 год до Рождества Христова. Это как бы окончание его служения. То есть, что вы для себя точно можете отметить, что Исаия, это запомнится у вас более, как бы, четко, служил где-то 60 лет, примерно. Мы не знаем даты его рождения, мы не знаем даты его смерти. 680. 740, да. 5 лет. Я понял. У вас проблема вот в чем. Сейчас я еще раз вам объясню. Не в математике. Я сейчас объясню. Значит, ситуация какая? Исчисление, исчисление, слушайте, исчисление. Лето исчисления. Вот. Рождество Христово. Рождество Христово. Да, понятно это, да? Как бы скажем, что это примерно ноль, да? Значит, все даты, которые сегодня считаются, называются по Рождеству Христово. Это означает, то есть, после Рождества Христово. Там, 10-й год, 100-й год, там, сегодня у нас там, 2010-й год, да? Это по Рождеству Христово. А все, что было до Рождества Христово, оно исчисляется измерением, как бы, от Рождества Христово назад. То есть, допустим, 10-й год до Рождества Христово. Допустим, более ранняя дата. 100-й год до Рождества Христово. 740-й год. Начало служения. 680-й год. А коне служения. Вы понимаете, о чем я говорю сейчас, да? Да, да, да. 740-й начало, 680-й окончание. Ну, хорошо, хорошо. Я вам объясню, просто, чтобы вы знали. Как бы, может быть, еще раз. Чтобы было понятно, что все исчисление, которое идет до Рождества Христово, оно, как бы, отматывается в обратном порядке. Ясно, да? Там, допустим, ну, как там считается, допустим, там, ну, кто-то живет, Исаия жил 740-й год, да? Потом, ближайшие, допустим, там, вот книги Маковеев написаны, да? Какой год? 164-й, да, по-моему? 164-й, 167-й год примерно, да? А вот. То есть они ближе, видите, к нулю уже сюда подходят. То есть этот период. То есть когда мы движемся от сотворения к Рождеству Христову, то начинается здесь, к примеру, там, 3000 лет, да? И потом уменьшается, да? Там царь Давид тысячу лет, допустим, там жил, да, до Рождества Христова. И все меньше и меньше цифра. Понятно? Значит, что мы точно должны для себя отметить, то есть чтобы помнить, что примерные даты, да, это где-то 740-й год, 700. Это где-то начало служения Исаии, конец 680-й, и период его служения – это 60 лет. Это то, что мы для себя должны как бы отметить, что 6 лет. Значит, исторических каких-то нету. Когда он родился, каким образом умел. Но существует, например, раввинистическое предание по поводу того, как умер Исаия. Раввинистическое предание говорит о том, что Исаия умер мученической смертью, будучи перепилен во время правления монасии. Это вот, ну, может быть, стоит отметить для себя. Значит, раввинистическая традиция, да, говорит о том, что Исаия умер мученической смертью, будучи перепилен во время правления монассии. Но я вам говорю то, что существует, какая существует традиция. Каких-то исторических фактов этому нету. Что еще традиция говорит? Равинистическая. О том, что Исаия был двоюродным братом Озии. Царя Озии, да. И это берется оттуда, что Амос, отец Исаии, был братом Амасии. А Озия был сыном Амасии. Отсюда как бы и выводится этот смысл того, что Исаия был, получается, двоюродным братом Озии. Амот был братом Амасии. Возможно, я не делаю никаких заключений. Я говорю, что это традиция. То есть сказать, что категорично это так, я не могу вам сказать. Ну, интересно, что во втором параллельпоменон, 26 главе, 22 стихе, написано, «Прочие деяния Озии, первые и последние, описал Исаия, сын Амоса, пророк». То есть упоминается. Значит, отсюда можно сделать как бы еще один, несколько таких выводов, что Исаия был из знатного рода и что он был хорошо образован. Как мы уже сказали, что он был точно женат на пророчице. Да, мы не знаем по поводу, был ли он женат еще на какой-то женщине. На пророчице он был точно женат и что мы точно знаем, что у него было два сына. Шер-Рай-Суф, да, остаток вернется. И здесь в этом имени есть идея надежды. О том, что, ну, то есть, есть надежда на то, да, остаток вернется. И второе имя, Махер-Шалаш-Хаш-Бас, то есть это «Спешит грабеж, ускоряет действие добычи». Здесь идея суда. Это все, что мы можем сказать о основных, как бы, сведениях о жизни Исаии. Больше, как бы, никакой информации по этому поводу нет. Все, на сегодня.